Дорогие братья и сестры, святитель Дионисий Александрийский, который жил в III веке, рассказал нам, как вели себя христиане во время эпидемий вирусов, болезней в те первые века. Итак, христиане не боялись этих эпидемий сами, но старались физически помочь больным уже другим людям. Они были первыми врачами, медбратами, медсестрами, искали кто где болен и ухаживали за ними. Язычники боялись болезни, боялись смерти. Язычники выталкивали своих больных родственников, даже родной мать, родного отца из дому, чтобы те умирали. Христиане же ходили по улицам, собирали этих больных людей, приводили их к себе домой, лечили их, досматривали их, и вместе с ними также часто заболевали и часто и умирали. Но эти люди, увидев веру этих христиан, ихнюю любовь перед смертью каялись, перед смертью принимали Христа, перед смертью ставали православными христианами. И многие другие люди уже потом, после этой пандемии, после этого вируса, эпидемии, принимали веру христианскую, каялись в своем заблуждении, в своем язычестве, в своем жестокосердии и обращались к Христу. Так что за тысячу умерших христиан на их место приходили десятки тысяч новых христиан из язычников. И так, братья и сестры, христиане жертвовали свою жизнь ради любви. И теперь очень грустно смотреть, как многие врачи отказываются от своей профессии, боясь заразиться этим тяжким вирусом, который сейчас существует в мире. Многие врачи уходят либо уже в отпуска, либо вообще рассчитываются с работы, боясь за свою жизнь и за своих родных и близких. В те времена христиане не боялись ни сами умереть, ни даже за своих детей. Опять-таки описывается, о первых христианах говорится, что когда у них родится ребенок, они радовались, что Бог дал дитя. Но если этот ребенок умирал в младенчестве, христиане радовались еще больше, что этот ребенок не познал греха. Эти слова меня еще больше поразили. Как так радоваться о смерти своего собственного ребенка? Но эти слова описываются древними апологетами о христианах. Насколько они не боялись смерти. Они не боялись, что расстанутся с этой земной жизнью, с этими земными благами, потому что они знали, что их ждет вечная жизнь. Вечные блага на небесах, вечное отечество, вечная радость, вечное блаженство. Они были готовы расстаться со всем этим земным, потому что не прилеплялись к чему земному, а всем сердцем стремились к Богу. Те же, которые боятся умереть, боятся потерять родных, близких, на самом-то деле они не любят всем сердцем Бога. Они не стремятся всей своей душой к Господу Богу нашему. Преподобный Иосиф Исихаст говорил в письмах такие слова. Когда со мной какая-то болезнь приключится, я надеюсь, что эта болезнь доставит мне в вечный покой, что эта болезнь поможет мне отправиться к Господу Богу на небеса. И поэтому он никогда не лечился. Он ждал встречи со Христом. Ныне многие боятся как за свою жизнь, боятся пришествия Антихриста, боятся пришествия Христа, боятся страшных последних времен. Бояться не надо. Нужно молиться, «Господи, приди скорее!» Ей гряди, Господи. Да, будут трудные последние времена, но они что и последние. Значит, Господь близко. Значит, Господь скоро придет. И кто любит Христа, будет с радостью взывать, «Господи, приди скорее!» «Мы ждем Тебя!» И говорится в Святом Писании, «Проклят, кто не ожидает пришествия Господне!» Не будем всеми силами цепляться за эту земную жизнь. Будем всеми силами за Христа цепляться, к Нему стремиться, чтобы с Ним быть вечно. Аминь. В нашей духовной семинарии однажды произошла забавная история. Инспектор зашел на кухню посмотреть за порядком, как там все проходило. И вот студент, семинарист, взял в руки грязную швабру и начал ею месить картошку, большую кастрюлю с картошкой, которая скоро уже предназначалась для подачи на обед студента. Инспектор был в ужасе. Он сказал ему, «Что ты делаешь? Ведь швабра грязная!» А студент сказал, «Отче, где ваша вера? Ведь написано, а что же смертные испеют, не повредит им!» Он перекрестил картошку и сказал, «Все, здесь нет никакой больше грязи, все крестное знамя не уничтожило, только будет одна польза». На что инспектор заметил ему и сказал, «Не искушай, Господа Бога твоего». Действительно, к чему может привести неправильное понимание слов Святого Писания, вырывание его из контекста, из контекста Библии и толкования Святых Отцов. Мы знаем, что даже лукавый, Сатана, искушал Христа именно Святым Писанием. Поэтому все слова Святого Писания нужно всегда сравнивать с толкованием Святых Отцов в любое место, чтобы не прийти к плачевным результатам, к плачевным последствиям. Потому что от своего ума мы можем много натолковать. Еще, братья и сестры, есть пример, когда искушает Бог. Однажды, в моем храме была тайность крещения, была зима, в храме было довольно прохладно. Я попросил ребеночка закутать в теплой одеяльце, чтобы он не простудился. На что мне заметили крестные родители, не батюшка, не беспокойтесь, а мы в Святом Храме, здесь ничего не может произойти. Ребеночек стал весь холодным, ручки, ножки похолодели, начал ребеночек пикать и уже аж посинели эти ручки младенчика. Ребенок заболел после Таинства Крещения. Кажется, нонсенс, парадокс, как это после Крещения можно заболеть. Но опять говорю, не искушайте Господа Бога твоего. Ребенка можно было закутать. Я просил их, они этого не сделали. Еще, братья, естественный пример. В храме Божьем на клирос пришла одна женщина, вся в соплях, кашляет, чхает вокруг. После этого у меня пол клироса заболел. Кажется, в храме Божьем ведь не может не так заболеть. Но так, это факт. Инфекция в храме никуда девается и не пропадает. Это факт и пример. И еще пример. Принесли маленького мальчика один месяц в храм, в храме прохладный. Бабушке говорят, снимите шапочку с мальчика, ведь это ж мальчик, он должен быть без шапочки. Неужели всю службу, полтора-два часа в храме, мальчик должен быть без шапочки. Когда батюшка стоит в камилавке, и ему тепло, ему хорошо, бабушки в пуховых платках, а вот маленький мальчик должен быть без шапки мерзнут. Здесь уже нарушение второй заповеди. Милости хочу, а не жертвы. И не искушай Господа Бога твоего. Итак, во всех таких случаях нельзя думать, а, перекрещу, будет все нормально. А, сделать то, и все будет хорошо. Это искушать Господа Бога твоего. Христос нас не учил. Мы видим, что святым писанием дьявол искушал Христа. Искушал его. Да не беспокойся, все будет хорошо. Ведь написано, Англа на руках понесут тебя. Все будет нормально. Давай, прыгай. Но для чего? Зачем так делать? Чтобы искушать Бога твоего? А поможет Бог, или не поможет? Есть народная хорошая пословица. На Бога надейся. Да и сам не плашал. Некоторые могут спросить, а как тогда быть со святым к счастью? Ведь к чаше приходят и больные. И как быть? Причащаться после всех или не причащаться? Вы, братья и сестры, чудо. Явное чудо. От причастия еще никто не заболел. Есть заповеди конкретные, что все должны причащаться. И вот ради вот этой заповеди и Господь Бог творит чудо. От причастия действительно никто не заболел. Я употребляю чашу каждый раз после причастия в храме и еще разу от причастия не заболел. Никакие бактерии, микробы после причастия не передаются. Есть одна замечательнейшая история, которая произошла в Советском Союзе. Однажды была эпидемия Тифа в одной деревне. И вот уполномоченный по делам религии пришел к священнику и говорит я закрываю свой храм на время эпидемии. Вадюшка спрашивает почему? Потому что ты своим причастием только заразу эту размножаешь еще больше. Чем больше людей причащается от одной ложки с одной чаши, тем больше они заражаются этим Тифом. На что батюшка ему отведет? Посмотри на меня. Я каждый раз употребляю чаши еще ни разу не заразился и не заболел. Через некоторое время приходит к нему уполномоченный больной чхает высушенный худой и говорит дай мне пожалуйста святого твоего причастия. Может быть и оно и меня исцели и укрепить. Видим явное чудо. От причастия никто никогда не заболел. Не нужно его бояться. Не нужно быть брезгливым. Это страшный грех, когда люди подходят к чаши и начинают брезгливость показывать. Брать зубами причастие, а часто бывает проливаете много крови на плать. Или даже частичка может выпасть ложки из рта. Вот этого нельзя ни в коем случае делать. Это просто чувство к святым дарам, брезгливость перед ними. Нужно чувствовать себя собакой, которая недостойна этого святого причастия. Приступать к нему с глубоким сверенем, чувствовать недостоинства приступать к этим святым дарам. Итак, причастие это исключение исправлено. А правило общее говорит так, не искушай Господа Бога твоего. Где можно охраниться, где можно сохраниться, где можно, если идешь на улицу одеться потеплее, а не нужно перекреститься без шапки, без куртки, если на улице мороз и холод, а Господь сохранит, а все будет хорошо. Святые ведь ходили полураздетыми в одной сорочке, и меня Господь сохранит. Братья и сестры, мы еще не дошли до того состояния холодной зимой. Еще приведу такой пример. В больнице после крещения, после праздника 19 января крещения, проходил как-то по палатам и видел там людей, которые лежали с пневмонией после того, как окунались на речке, купались в праздник крещения и заболели. И так кто говорит, что нельзя заболеть после купания в проруби, это неправда. Есть реальный к тому случае и подтверждение. Еще приведу такой пример. Если медсестра по своему невниманию закапает глаза человеку не атропином, не каплями для глаз, а закапывает каким-то кислотой, то ее вера ничего не поможет этому несчастному больному, с которым произошла такая ошибка. Если должна перекрестить эти капли, опять-таки это не поможет. Они не превращаются сразу же каплей для глаз. Это святые так могли делать итог по особенному благословению Святого Духа Господа Бога. Мы не такой духовной степени, чтобы творить такие чудеса. Мы не чудотворцы сам, мы обычные простые немощные люди. И поэтому нужно и проходить жизнь кротко, скромно, просто, с молитвою, без вот таких требований от Бога чудес. Там, где Господь Бог нам заповедовал причастие святое, быть в храме, нужно прийти в храм. Хочешь очень сильно прийти к причастию, одень маску, закутайся, чтобы ты никого не смог заболеть в храме и к причастию иди. Не сам не заболеешь ни другим, но иди самым последним человеком. Если ты пришла больная, иди к чаше самое последнее. Можно идти к чаше, можно идти в храм Божий, но опять говорю, маску одевать, чтобы не искушать, потому что здесь стоят мамочки с маленькими детьми. Они будут беспокоиться за своих детей, они будут переживать за своих детей. На следующий раз они в храм вообще не придут, будут беспокоиться, что их ребенок может заболеть в этом храме от такой больного человека, который пришел. А реальные случаи, когда заболевали в храм, когда приходил кто-то инфицированный, такие случаи есть. Нужно иметь очень большую мудрость духовную. И так может нам Господь в этом Аминь.